Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим одно из самых популярных видео на ютубе по шашкам, набравшее более 4 миллионов просмотров. Партия Вдовкин-Смертин. Значит, CD4-FG5. Белые ставят так называемый тычок, черный временно жертву от шашков. И нападают сразу же на две шашки. Разыгран дебют Гамбит-Кукуева. Правильно отдавать шашку вот таким образом, CD6, все остальное хуже. Ну и здесь обе стороны играют своими правыми флангами, потому что получаются Гамбитные позиции. Значит, черные сдвигают шашку D8, то есть будет разыграна закрытая система Гамбита-Кукуева. Обычно в этой позиции играют ФЕ7 и меняется назад эта открытая система. Если же черные играют ДЕ7, тогда закрытая система. Значит, белые грозят провести комбинацию, поэтому черные играют БЦ7. Сейчас удар не проходит, черные останутся с лишней шашкой, поэтому приходится играть ЖФ2. Лучший ход. АБ6. И вот в этой позиции белые ошиблись. АБ2. Мы посмотрим, как дальше развивалась партия. Правильно в этой позиции, конечно, играть ДЕ3. ДЕ3. Мы в конце посмотрим. Здесь есть красивый шлиф гроссмейстера Юрия Королева, чемпиона мира. Также проигрывает ФЕ3. Из-за нападения ЕФ6 приходится закрываться. Затем черные меняются назад, грозят выиграть шашку, приходится отходить. Ну и здесь черные играют АЖ5. В дальнейшем, если белые играют ЕД6, то играем ЖФ4 и выиграем шашку. Если же белые играют ЕФ2, тогда играем ФЕ7 и меняемся вперед. Это позиции выигранные. Я подробно их анализировал, поэтому подсказку оставлю в верхнем правом углу. И, наверное, закреплю в комментариях, потому что, скорее всего, будет три подсказки. Вот эта позиция уже проигранная, так что будьте внимательны. Правильно, конечно, играть ДЕ3, да. С равной игрой. АБ2. Ход плох. Черные играют БЦ5. Белые играют ФЕ3. И здесь черные решили связать белых. В принципе, логичный ход. Белые сыграли ЕД4. И здесь у черных два хода. Либо ЕФ6, либо ЦБ6. ЦБ6 уже проигрывает. Потому что белые проводят вот такой удар. И у черных плохо. То есть, видите, ЖФ6 нельзя. Ну, вроде бы как, дамка ловится, да. Ну, тут просто отдаем шашку проще всего и обрезаем шашки черных по двойнику. Все. Эти шашки обрезаны. Эти также обрезаны по двойнику. Это проигрыш. Черным пора сдаваться. Второй вариант в этой позиции после удара. Если черные жертвуют шашку. Пусть играют ФЕ7. Ну, Размен также проигрывал. Там просто белые побеждали за счет центра. Здесь выигрывает проще всего красивая жертва. ЕД6 и АЖ5. Ну, и несмотря на лишнюю шашку, очевидно, что черным пора сдаваться. Их силы разорваны по флангам. Видите, на трех вертикалях нет ни одной шашки. Поэтому не проигрывают. Правильно, конечно, в этой позиции играть ЕФ6. И белые сыграли ЕФ2. Снова у черных три варианта. Опять же, плохо играть СБ6. Мы сейчас посмотрим. Напрашиваются ходы ФЕ7. И напрашивается проведение комбинации. Значит, СБ6 проигрывает опять. Белые проводят уже знакомый нам удар. Но вот здесь есть нюанс. Для победы надо пожертвовать еще одну шашку. И затем провести удар. Здесь белые постепенно побеждают. Опять обрезают черных по двойнику. Легко выигрывают. Обратите внимание, что если в этой позиции белые сразу же проводят удар. Без предварительной жертвы АЖ5. То побеждают уже черные. Красивый вариант. Черные играют БЦ3. И смотрите, сюда не побьешь. Потому что идет уже красивый удар. С выигрышем. То есть, приходится бить в эту сторону. Ну и здесь окончание у черных выигранное. Например, сюда напали. Отошли. Поджимаем дамку белых. То есть, хотим. Если белые уйдут. Допустим, на Ф4. Мы свяжем белых. И затем отъедим шашку Ж3. Это проиграно окончание. Приходится играть ЖФ4. Тогда играем Ф7. С угрозой поймать дамку белых. Приходится играть ФЖ5. Нападаем. Ну и... После размена. Видите, дамка белых ловится. А лучшего не было. Ну и черные легко побеждают за счет лишней шашки. Сыгей пироги. Красивые варианты. Значит, напрашивающийся ход ФЕ7 также не вел к выигрышу. Здесь у белых все-таки была ничья. ФЖ5, напрашивающаяся жертва. Иногда проходит. Вот такая жертва в гамбите. И ход ДЦ5. С идеей пройти в дамки. Но здесь черные легко выигрывают. ДЕ5 играют. Приходится играть СБ6. Черные пропускают белых дамки. И за счет лишней шашки постепенно побеждают. То есть, белые вроде бы шашку отыгрывают. Но... Затем черные снова нападают. И белые проигрывают. А правильно было в этой позиции вместо жертвы ФЖ5, напрашивающейся, играть ФЕ3. А вот тут, к сожалению, ничья. Черные победить не могут. На СБ6 следует жертва. ЕД6. И тихий ход ФЕ5. ФЖ5 играть плохо было. Там окончание проигранное. Приходится играть ХЖ5. Единственный ход. И снова белые добиваются ничей точной игрой. Размен ЕФ4. Ну и после всех разменов видно, что у черных лишняя шашка. Но вот эти шашки стоят очень неудачно на правом фланге. А вот эти очень неудачно на левом фланге. Поэтому позиция ничейная. Проще всего здесь черным провести удар. И прорваться в дамки. Еще какое-то преимущество небольшое сохраняется. Все-таки. Белая шашка была далеко от дамок. Поэтому приходится пожертвовать одну из шашек. Но здесь уже ничья очевидна. Белые грозят напасть. ЖФ6. Поэтому приходится черным самим нападать. И здесь уже точная ничья. Можно отойти с ЖФ6 ничей. И проще всего форсировать ничью таким образом. То есть черные отъедают шашку Ж3. И видите, черные никак не смогут... Белые отъедают шашку Ж3. И черные никак не смогут провести свою шашку А3 в дамке. Это окончание ничейное. Запомните. Вернемся к нашей многострадальной позиции. После хода ЕФ2. Вот здесь черные в партии провели комбинацию. СД6. ФЖ5. В принципе, напрашивающаяся комбинация. Но, как выясняется, здесь выигрыша нет. То есть, видите, черные никак не могут перевести свою дамку на двойник. Так называемая ничейная крепость получается. То есть, на нападение дамка просто ловится. Поэтому черные перевели дамку на H4. Белые просто бегают по полям B8 и H2. И видите, снова нельзя напасть. Потому что дамка черных будет поймана. И не проиграют. Поэтому черные вынуждены дамкой бегать по... ...линии косяка. И постепенно подводят свои шашки поближе к дамкам. Белые просто бегают туда-сюда. И в определенный момент сыграли до Е5. То есть, идея уже стоит угроза. Поимки дамки черных. Поэтому черные увели дамку. И грозили подорвать поле Е3. Чтобы не было проблем. Белые увели дамку на G1. Сейчас уже подрыва, видите, нет. Мы побьем дамкой. Поэтому черные повели свои шашки также в дамки. Белая дамка на G1 легко ее останавливает. Ну и в дальнейшем партия закончилась ничьей. То есть, черные не могут провести шашки в дамки. А белые не могут поймать дамку черных. Это ничья. Интересная партия, но... ...не получилось тут, так скажем, логического завершения. Еще раз вернемся к самого начала. Как же надо было выигрывать черным? И возникает позиция из партии. А B2, как выясняется, проигрывает. В начале черные правильно сыграли Bc5. И вот здесь на ход F3 вместо напрашивающегося CB4 правильно было играть EF6. Теперь у белых есть два варианта. После хода CD4 мы играем CB4 и грозим пройти в дамки. Приходится закрываться. Тогда играем CB6. И вот здесь уже, видите, от угрозы Bc5 нет спасения. Шашки жертвовать бесполезно. А на сильнейший ход EF2 белые проводят удар. Отдают одну шашку и забирают две. Белые проходят дамки. Еще надеются на ничью. Но здесь ничей нет. Кстати, есть два варианта. Поставить дамку на B8 и на D8. После постановки дамки на поле D8 есть красивая ничья. Ой, красивая комбинация. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Отдаем красиво дамку и затем проводим удар. Дамка белых ловится, а черные остаются с лишней шашкой. Такая необычная комбинация. Если же белые ставят дамку на B8, тогда они менее красивый ход выигрывают. Дамкой нападаем с поля C3. И белые в цукцванге. Если бы ход черных был, была бы ничья. Но здесь ход белых и им не удается поймать дамку черных без больших материальных потерь. Лучшее продолжение от Fe5. Ну, естественно, бьем на F6. Белые ловят дамку черных, но очень большой ценой. Ну и тут два варианта. Если белые бьют на H2 с идеей трамплина, тогда просто идем в дамки, в наглую. Потому что ловить нельзя, так как дамка белых ловится и черные снова побеждают. Второй вариант. Если бы белые в этой позиции побили назад. Тогда снова в наглую идем в дамки. Белые также пытаются провести вторую шашку в дамке. Но здесь у них это не получается. Обрезаем шашку белых. После хода B7 грозит поимка. Просто играем с F6 снова. Видите, ловить нельзя. Дамка белых будет поймана в капкан. Поэтому приходится уйти. Ну, тогда ведем вторую дамку. Опять же, черные легко выигрывают. Значит, второй вариант после нападения EF6. Если бы белые сразу разменялись EF2. Есть не менее красивые варианты. Черные начинают и проводят комбинацию. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Видно, что у белых решетчатость есть. Ослаблены дамочные поля. Поэтому напрашивается комбинация, начинающаяся ходом HG5. Белых два варианта. Если они бьют в эту сторону, тогда отдаем еще одну шашку. Ну и снимаем сразу же пять шашек соперника с легким выигрышем. За счет большого материального перевеса. Если же белые бьют в эту сторону, тогда выигрыш здесь довольно-таки сложный. Снова проводим комбинацию. Уже вот такую. Она здесь не очень выгодна, потому что много шашек отдаются. Но компьютер показывает выигрыш. Значит, есть два хода. Ну, грозит нападение. Поэтому вроде бы как ход BC3 надо играть. Но еще был ход ED4. Мы тоже его посмотрим. Здесь выигрывает единственный ход HG7. На напрашивающийся ход HG5 здесь снова выигрывает единственный ход дамкой на G3. Ну и как дальше может развиваться игра. Допустим, напали, закрылись. Ну и два хода. На CD4 играем GH2. Ну и от угрозы FG5 нет спасения. Если же белая игра от ED4. Снова играем в GH2 с угрозой удара трамплин. Ну и на любой ход, допустим, CD2 проводим комбинацию с выигрышем. Второй вариант. Вот в этой позиции. Если белое вместо BC3 игра от ED4. Здесь выигрыш тоже симпатичный. Нападаем. Приходится отходить. Нападаем еще раз. Приходится снова отходить. И играем дамкой на F4. В чем идея? Видите, у белых слабое поле C1. То есть мы грозим отдать дамку и побить сразу же 3 шашки соперника с выигрышем. Ну и тут два хода. На ход BC3 просто нападаем на шашку F6. Допустим, пожертвовали. Ну и тут легко обрезаем шашки. Белый ход по ходу в дамке. Легкий выигрыш. Второй вариант. Если в этой позиции белые отдают 2 шашки. Такой последний жест отчаяния. Ну просто снимаем 2 шашки. Проводим вторую дамку. И на ход F7 выигрываем даже без эншпиля. А G7 и дамку ставить некуда. То есть сюда не поставишь петля. Сюда дамку также не поставишь. Потому что она ловится. Приходится отдавать шашку. Треугольник Петрова, я думаю, все из вас уже умеют строить. Легкий выигрыш. Вот такие варианты. А теперь давайте рассмотрим секретный шлиф гроссмейстера Юрия Королева. Ну как секретный? Он его показывал однажды на стриме. Но я думаю, многие из вас не знают его. Поэтому хочу вам показать его еще раз. Снова получается вот эта позиция. Здесь, конечно, правильно играть D3 с равной игрой. Если меняются черные, там тоже есть интересные варианты. Я тоже разбирал эти позиции. Но здесь есть еще хитрый ход BC5 за черных. И белым надо играть предельно аккуратно. Лучший ход показал как раз таки чемпион мира Юрий Королев. Играем CD2. Ошеломляющий ход. Конечно, в голову он не может прийти обычному шашисту. Зачем сдвигать шашку C1. Тем не менее, очень сильное продолжение. Грозим пройти в дамки. Поэтому у черных всего 4 хода есть. Ну, а B2 играть плохо. Мы нападаем CD4. Видите, дамку вставить нельзя, потому что мы побьем 3 шашки и пройдем в дамки. Там постепенно выиграем. По-моему, после CB4 еще есть ничья у черных. Они отдают шашку и связывают. Вроде бы тут есть ничья. Но, конечно, такое за черных играть не хочется. Поэтому ход AB2 слабый. Значит, какие еще есть ходы? E-D6 проигрывает из-за комбинации. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Значит, выбиваем шашку D6. Тут в какую бы сторону черные не побили, мы ее выбиваем и проходим в дамки с выигрышем. Можно было побить черную в эту сторону, но тут еще проще. Отдал 2, побил, 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 побил. Черным пора сдаваться. И еще один ход проигрывает CB6. Тоже красивая комбинация. Также поставьте видео на паузу, попытайтесь ее найти. Вначале меняемся 2 на 2 и затем виден уже напрашивающийся удар. Загоняем шашку черных дамки, строим подударную цепь и красиво побеждаем. Ну наконец последнее продолжение ход CB4. Когда играем CD4, грозим разменяться назад и поставить шашку C1 на место. Вроде как EF6 надо играть, тогда меняемся. И вот здесь черные играют AB4. Позиция белых честно говоря выглядит подозрительно. У черных хорошая выгодная связка и здесь спасают только антипозиционный ход FG3. После этого парадоксального хода черным надо играть предельно аккуратно. А все остальные ходы за белых практически проигрывали. Значит в чем идея основная? Нельзя играть FE7, потому что белые побеждают ED2. И у черных есть три подражения, все они проигрывают. Значит на BC3 бьем на B4 и проводим комбинацию с выигрышем. Значит на CB6 здесь хочется конечно DC5 сыграть, но там ничья, как ни странно. А опять же выигрывает неожиданный ход AB2. И у черных два варианта они оба проигрывают. На BC3 снова уже знакомый удар проводим с выигрышем. На ход B5 просто зажимаем черных и им некуда прилично пойти. Надо сдаваться. Значит разобрали. ED6 в этой позиции также играть плохо было. Здесь выигрывал простой размен DC3. Он выглядит антипозиционно откровенно. У белых очень слабая позиция. Вот эти шашки висят. Это застряло. Но тем не менее ход черных им просто некуда прилично пойти. Опять же остается только сдаться. Ну наконец последнее продолжение это ход в этой позиции ход BC3. BC3. Ну CB6 нельзя было играть. Тут уже DC5 выигрывал. После BC3 размена видите у черных образовалась слабая шашка мы ее начинаем атаковать. Атакуем первый раз затем меняемся. У нас есть слабость шашка на G3 застряла но у черных тоже шашка на G8 застряла поэтому позиция равная. Ну как дальше может протекать игра допустим G6 CD2 CD6 DE3 и на DC5 еще ставим еще одну ловушку нападаем CB4. Вот здесь напрашивающийся ход за черных FE5 хочется разменяться чтобы не отдавать шашку белым но он проигрывает тоже поставьте видео на паузу попытайтесь найти несложный ударчик. Бьем шашкой F4 ну и здесь комбинация очевидна. поэтому правильно после нападения черной мети в дамке и ставить дамку естественно на поле A1 с идеей разменять шашку F6 ну и это окончание ничейное несмотря на лишнюю шашку у белых здесь выигрыша нет. Естественно нельзя было ставить дамку на C1 потому что она ловится. Даем одну шашку затем вторую ловим дамку и легко побеждаем. Если вам понравилось данное видео не забывайте поддержать мое творчество Лукасом и подпиской это очень важно. До свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.